Чешские благотворительные организации, похоже, получают выгоду от противостояния России и Европы в вопросе кризиса на востоке Украины. После того, как Россия ввела ответные санкции в отношении западных стран, полки продовольственных банков Чехии начали ломиться от продуктов. В ответ на ряд ограничений со стороны ЕС и США, Москва запретила импорт из этих стран мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей. Теперь, чем больше в Чехии остается продуктов, тем больше их оказывается в продовольственных банках. Например, это одно из хранилищ Пражского продовольственного банка. Его услугами пользуются около 80 клиентов. Большинство из них – благотворительные организации, помогающие детским домам, домам престарелых и больницам для психических больных. «Ситуация просто отличная. Весной всё было ужасно, потому что нам нечего было предложить клиентам. Хранилища были пустые. Теперь, благодаря санкциям России, продукты сюда везут грузовиками». Одним из получателей продукции продовольственных банков является приют для детей в городе Анхоз. Здесь проживает 48 воспитанников. Теперь им привозят не только продукты, но даже шоколад и другие сладости. «То, что происходит в Украине, это грустно. Но для нас это имеет вот такой позитивный эффект». Что касается Чехии в целом, то ответные санкции России больно ударили по её экономике. В прошлые годы её экспорт сельхозпродукции на российский рынок постоянно возрастал. В 2011 году его объём был равен 620 миллионам евро, а в 2013 – уже 810 миллионам. В целом же санкции с обеих сторон привели к повышению цен на продукты питания в России, а также вскрыли большие промежутки между многими европейскими рынками. Больше всего российскими санкциями оказались затронуты крупные сельскохозяйственные производители, такие как Нидерланды, Польша и Германия, а также экспортеры фруктов Испания и Италия. Общий ущерб для производителей Европы оценивают в 5 миллиардов евро. ЕС уже обдумывает способы возмещения ущерба для наиболее пострадавших хозяйств.